Сейчас, да, вот уточнили, у Наташи Воронина 3.54, 0.64. 4 сотые проиграла она Эсмэфисер, и все это в 7 десятых от мирового рекорда. А владелица этого мирового рекорда выходит на дорожку, вот она Мартина Сабликова, и вместе с ней Изабель Вайдеман, которая неделю назад в Калгаре тоже блеснула на этой дистанции, 3.58, 0.51, тоже был очень хороший бег, очень солидное улучшение личного рекорда, поэтому это может очень интересное соперничество сложиться. Да, в Калгаре Мартина бежала, к сожалению, одна, как сказать, но одна, не в паре, одна, то есть она убежала и... Ну, соперницы у нее не было. Да, вела бег в одиночестве, но вот сейчас в присутствии хоть какого-то соперника, приличного соперника, может быть, и опять? Ну, опять же, я думаю, что обязательно, если мы говорим о мировом рекорде, потому что все-таки в Калгаре Мартина, опять же, бежала это внутри многоборья, но именно два мировых рекорда на 3,5 километров позволили ей в пятый раз выиграть титул чемпионки мира. Ну, кстати, забыли мы тогда во время чемпионата мира поздравить Наталью Воронину с национальным рекордом в сумме многоборья. Это сделаем сейчас, ну и с новым рекордом на 3 километра. Ну, недолго, по-моему, продолжилось соперничество в паре. Изабель Вайдеман так подотстала прилично. Очень сложно выдержать такой ритм, заданный Мартиной. Да, ну и здесь Мартина может как раз пойти увереннее с первых кругов. Ну, вот уже сразу нам ведут по графику мирового рекорда, и мы видим, что 66 сотых уже у графика мирового рекорда. Нет, для этой. Вот у 66 сотых у... Артвиста. Артвиста, да. Но график мирового рекорда у нас тоже под рукой. Вот на отметке после пятого круга было 2,20,36. Да, вот с мировым рекордом, да, сравниваем. То есть уже почти секунду. Но другое дело, что вот там последние два круга по 31 секунде, но Мартина вполне это может удержать. Вполне может удержать. Ну, то есть у Сабликовой отобрали рекорд катка, но она отвечает мировым рекордом. Ну, опять же, это еще раз оценим достижения Воронины. То есть Воронина сейчас пробежала быстрее, чем Сабликова здесь бежала в прежний год. Да. Нет, очень... Очень... Очень классный результат. Но Сабликова улучшает и улучшает график. И, в общем, по-моему, уже не остается сомнений в том, что Мартина Сабликова бежит на новый мировой рекорд. И уже там зрители практически только и аплодируют. Ну, там еще и Сабли Вайдеман немножечко перепадает. За круг до финиша вы видите больше полутора секунд у графика мирового рекорда. Собственно, выигрывай... Хочется сказать, Мартина, остановись, хватит, Мартина. Да нет, нет. Уже большой запас, оставь себе маленькое. Ну, а еще на будущее, как это делал Крамер, помнишь, Станин? Понемножку, понемножку. Ну, невероятный день, да. Почему бы не из 3.50 еще там на следующий сезон не выбежать? В этот раз не получается, но тем не менее. Новый мировой рекорд. Ну, кстати, последний-то круг хуже, чем в Калгари. Новый мировой рекорд. 3 минуты 52,03 секунды. Ну, а Изабель Вайдеман проигрывает Наталье Ворониной. И, значит, Наташа, опять же, в призах сегодня. И Наташа в тройке Кубка мира. Ну, там, возможно, Изабель... Ой, и Смефисер поднимется. Ну, Смефисер может... Она поднимется, но все равно Воронина в Кубке мира останется выше Вайдемана. Это да. Вот, поэтому... Продолжение следует... Это мировой рекорд можно было просто квартиру в букмекерскую контору пойти ставить, что здесь Сабликова этот мировой рекорд побьет. Завтра еще дай ей 5 километров пробежать, она и там с мировой рекордом... Боюсь коэффициент был бы не очень большой. Ну, неважно, когда квартиру поставил... Боюсь коэффициент был бы не очень большой. Продолжение следует...